Сегодня протяженность маршрутной сети общественного городского транспорта составляет 391 километр, который обслуживает 41 автобус. В последние годы технический парк хозяйства значительно обновился и пополнился. И как отметил в своем выступлении начальник управления экономики, социальные стандарты в городе по обслуживанию городским общественным транспортом выполняются. Однако это не всегда ведет к решению имеющихся в автобусном парке проблем и повышению качества обслуживания населения. За последние три года результаты финансово-хозяйственной деятельности транспортного предприятия имеют негативные тенденции. При этом увеличивается доля ассигнований из городского бюджета. В текущем году из городского бюджета планируется выделить парку 14 миллиардов рублей. Это недостаточная сумма, так как Министерство транспорта и коммуникации Республики Беларусь в текущем году предлагает увеличение тарифов на перевозку пассажиров с 1 апреля до 3200, с 1 июля до 4000, с 1 ноября до 4500. Общая численность работающих на предприятии составляет почти 800 человек. И оптимизация численности, совершенствование кадровой структуры – один из путей уменьшения расходов. В соответствии с планом модернизации планируется вывести предприятия из убыточных к 2015 году. Сама модернизация предусматривает внедрение автоматической системы управления и введение единого электронного проездного документа. Есть еще один немаловажный аспект, на который делают акцент и горе с полком, и руководство автобусного парка. Одной из основных задач как автобусного парка, так и с полком является формирование оптимальной маршрутной сети. Если она не спромирована должным образом, то увеличение количества подвижного состава, как я уже говорил, не длит положительных результатов. Она должна ежедневно с максимальным комфортом возить жителей нашего активно развивающегося города на работу, учебу и другим делам, а также обратно увеличивать оборудование. Индикатором работы общественного транспорта являются обращения граждан. Как отметил Анатолий Садовский, их число в 2013 году значительно уменьшилось, и они касаются в основном корректировки расписания, культуры обслуживания, задержки рейсов. Большинство их решаются положительно. Так было и по поводу анонимного обращения о нестыковке рейсов до стыки микрорайонов Луги и Радужны. Однако вновь этот вопрос был поднят пенчанами на недавней встрече с губернатором. Безусловно, проблемы в работе общественного транспорта и предприятия есть, и их надо решать. Пути выхода из создавшегося положения есть. На сегодняшний день, фактически, вы, модернизируя свою автотехнику, вы увеличили большое число подвижного состава, большой форматного, так называемого, гармошек. Это уже возникают трудности по дорожному движению в городе. Своевременное рассмотрение на исполкуме причин нерентабельности работы автобусного парка и возникающих проблем должно помочь их решению.